Доброе утро! Доброе утро, Александра! Скажите, вот действительно победа в этих конкурсах, она что-то дает? Какую-то поддержку, может быть, финансовую или какие-то гранты даются? Вот вы в том году выиграли, что вам дали? Нам подарили поездку на форум «Синергия» в Москву. А что это для бизнеса дает? Это масса полезных знакомств, это масса новой информации, позитивных впечатлений, масса возможностей, я бы даже так сказала. Вы как-то эти возможности использовали, поднялись по бизнесу, завели новые знакомства, и у вас как еще больше стали, да, и продажи, и прибыли, и все такое. Просто хотелось спросить, какая у вас чистая прибыль, но мы не были. Но все-таки помогают они действительно, вот реально эти форумы? Да, конечно, помогают. С теми людьми, с которыми мы познакомились, и на «Синергии», и в том числе на нашем областном мероприятии, мы начали строить дальнейшие отношения. Мы познакомились с дистрибьюторами, сейчас вот ведем с ними переговоры. Слова-то какие. Дистрибьютор, это уже... А вы участвовали с проектом «Умная мама», так он называется, продаете замороженные овощи для детей, я правильно понимаю? Какие-то уникальные технологии выращены? Почему вот вас именно выбрали? Это достаточно новый проект «Замороженные овощи» для того, чтобы каждая мама у себя на кухне всего за 5 минут смогла приготовить полезное, натуральное и, самое главное, свежее пюре для своего ребенка. То есть это основная идея этого продукта, чтобы мамы не тратили на приготовление пищи много времени, а использовали замороженные овощи. То есть открыли упаковку в пароварку, 5 минут измельчили блендером, и все готово. Ведь мы же любим свежую еду, и поэтому мы рассказываем мамам, как можно легко и просто приготовить свежую еду ребенку. А в чем особенность? Ну, много же всяких замороженных овощей мы видим на прилавках. Только не для детей, а для взрослых. Разные какие-то овощи для детей и для взрослых? Наши овощи соответствуют всем самым строгим стандартам, действующим в данном сегменте. То есть это не Китай, выращенные по специальной технологии. А выращиваете вы их в России тоже, да? Выращиваются в России, да. На юге или прямо в мясе? В нескольких областях. Нет, в мясе мы не выращиваем. Это Вологодская область, Володоградская область, Тамбов, Карелия, вот ягоды, например. Александра, ну вот если я, например, ну я уже не мама, но я вот решил, что у меня есть какая-то задумка, ну она оригинальная, я чувствую в ней какой-то потенциал. Куда идти? Что делать? Да, какие-то документы нужно собирать, ведь это так все долго. Вот вы когда решили заняться бизнес, что вы сделали? Куда пошли? Я пошла в юридическое агентство, но сейчас есть очень много программ поддержки предпринимательства. Допустим, центр поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатор. Туда можно обратиться, вам помогут собрать все документы для открытия организации, вам помогут составить бизнес-план и так далее, и так далее. Очень много консультаций, даже бухгалтерская поддержка. Да. Бесплатно? Бесплатно. А деньги дадут на стартап? Здесь нужно немножко поработать, здесь нужно написать бизнес-план и так далее, и так далее, поучаствовать в каких-то программах, я думаю, все получится. Почему ты деньги дадешь? Ну вот вы говорили, и наверняка сейчас подтвердите эту информацию, что вам удалось найти свободную нишу, интересную. Если вы поделитесь с нами, как искать, может быть, есть какая-то методика, поиск свободной ниши, то мы вам будем так благодарны. И вообще, важно ли найти обязательно свободную нишу? Можно повторять, в принципе, чей-то бизнес, скопировать его и успешно разобрать? Конечно, проще повторять, но так как я решила, так скажем, избавиться от проблемы, с которой я столкнулась, я нашла особенную нишу. Проблема была именно в том, чем кормить ребенка? Да, чем кормить ребенка. И вот, наверное, вопрос интересует начинающих бизнесменов, где найти инвестиции, вот где вы искали, вы бизнес-планы куда-то подавали? На сам старт проекта я использовала средства накопленные, дальше мы попали под субсидию, вот в Челябинске мы тоже участвовали в программе поддержки предпринимательства, и в дальнейшем я уже привлекала инвестиции с компанией. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вы такая молодая, красивая и успешная мама еще и к тому же. И голос такой, да. Спасибо. Удачи вам. Бизнес-секретами с нами делилась победитель конкурса «Молодой предприниматель России» и автор проекта «Умная мама» Александра Галямова. Прямо сейчас день в истории. Спасибо.